ссора новый генератор видео от open ai покорившая весь интернет буквально каждый о ней говорит и выставляет шокирующий результат но знали ли вы для чего она действительно была предназначена и как open ai решил полностью обыграть всех конкурентов в то время как другие рассказывают о поверхностных функциях ссора думая что перед ними всего лишь очередной генератор видео я решила рассказать вам о ее скрытых возможностях о которых говорит сама команда но не обратили внимание другие важно вовремя понять что ссора не просто инструмент создания видео это ключ к пониманию будущего в сегодняшнем видео я расскажу в чем секрет создания видео из простого текста с помощью ссора почему ссора это больше чем просто генерация видео контента и насколько технологии ai приблизились к работе человеческого мозга сможет ли ai переписать правила реальности встречайте ссора от open ai новый генератор видео новая модель которая не просто меняет правила игры она меняет саму игру но разберем технологии стоящие за ссора и предположим как она изменит наше будущее кто бы мог подумать что создание видео по текстовому запросу может проложить путь к разработке общего искусственного интеллекта и джи ай того самого за которым сейчас идет большая гонка корпораций когда многие представляют это видео умного робота open ai решили открыть его с другой стороны на самом деле модель open ai была разработана не для замены актеров специалистов по графике и даже не для мошенников и нет оживление мемов создание дипфейков и тому подобное тоже не входит список приоритетных задач основная задача ссора это обучить нейросеть пониманию физического мира умению моделировать его а также симулировать объекты и действия людей так пишут в официальной статье почему-то многие этого не заметили цель такого симулятора помочь решить проблемы требующие взаимодействия с реальным миром например смоделировать такую ситуацию которую в реальном мире реализовать было бы небезопасно не верите звучит слишком фантастично но даже официальный блокпост open ai называет модели видео как симуляторы мира ссора это не просто крутой генератор качественных видео как может показаться почему да просто если углубиться и почитать саму технологию как работает ссора то станет понятно разберем как тренировали ссор сначала разработчики берут кучу видео и картинок разного качества размера и длительности потом они превращают все эти видео и картинки в маленькие кусочки называемые патчами это как токены в gpt только в ссоре они называются патчи каждый кусочек это отдельный патч и задача модели научить из этих кусочков создавать новое видео далее используя диффузорные модели и трансформаторы они обучают свою модель ссоры модель учатся восстанавливать исходные кусочки по их зашумленным копиям представь что ты рисуешь картинку начиная с холста полностью покрытого случайными клясками краски сначала это выглядит как полный беспорядок но постепенно шаг за шагом ты начинаешь убирать клякс и добавлять детали пока в итоге не получается четкое и красивое изображение вот так примерно работают диффузорные модели они начинают шума и постепенно преобразовывают его в четкое изображение или видео следуя текстовому описанию трансформатор же можно сравнить с режиссером который решает как должны располагаться сцены в фильме чтобы рассказать историю они помогают понять какие детали должны присутствовать в этом видео и как они должны быть связаны между собой обеспечивая связной и понятный сюжет вместе диффузорные модели и трансформаторы позволяют создавать видео высокой реалистичности из текстовых описаний пошагово превращая хаос в организованное визуальное повествование также 40 умеет не только создавать новое видео но и изменять существующие делать из картинок видео создавать видео вместе и даже имитировать некоторые аспекты реального и виртуального миров типа игр таким образом сора обучается генерировать видео начиная от шумных данных и постепенно улучшая качество до высокой четкости опираясь на сложные взаимосвязи и контекст предоставлены обучающим набором данных то есть что происходит на самом деле под уже популярными в нашем мире словом генерация происходит нечто более осознание и ай где модель предсказывает будущее и думает как отобразить следующий кадр используя разные варианты симуляций сора меняет этот процесс превращаясь в инструмент который делает больше чем просто создает видео по заданным параметрам она воспроизводит бесконечное множество потенциальных симуляций анализируя и выбирая наилучший путь развития событий на основе обширного набора данных и предыдущих обучающих примеров это делает сора не просто инструментом для генерации видео но и платформой для экспериментов с искусственным интеллектом который может предвидеть развитие визуальных историй основываясь на глубоком понимании контекста динамики и взаимодействия элементов в каждом кадре в общем эта технология сора делает возможным то что ранее казалось фантастикой машины теперь могут не просто создавать видео но и придавать им глубокий смысл и сложность благодаря чему они выглядят по-настоящему живыми и убедительными а теперь чтобы понять насколько технологии и ай приблизились к работе человеческого мозга я расскажу еще кое-что есть понятие модели мира то есть как наш мозг воспринимает информацию и принимает решение представьте мозг как суперкомпьютер который нон-стоп обрабатывает кучу информации он постоянно видит закономерности во всем что мы видим слышим или чувствуем чтобы помочь нам понять как устроен мир вокруг нас этот процесс помогает нам создавать своего рода внутреннюю карту реальности на основе которой мы принимаем решение и действуем еще важнее то что наш мозг не только анализирует текущую ситуацию но и постоянно делает прогнозы о том что произойдет дальше это как в бейсболе когда мяч летит к бите у игрока есть всего доля секунды чтобы среагировать но он справляется потому что его мозг заранее предсказывает куда и когда мяч полетит это происходит автоматически без осознанного размышления благодаря внутренней модели мира которую мы все время носим в голове на самом деле существует научное исследование подтверждающий факт того что наше восприятие действительно во многом зависит от предсказаний который делает наш мозг о будущем основываясь на внутренней модели мира это означает что наш мозг постоянно работает пытаясь приугадать будущее событий и эти предположения влияют на то как мы воспринимаем информацию из окружающей среды кстати говоря подобные оптические иллюзии работают как раз потому что ваш мозг предсказывает движение которого не происходит представьте что у вас есть способность читать мысли человека преобразовывая его мозговые импульсы в картинке это делается с помощью специального оборудования которая собирает сигналы мозга и переводит их в цифровую форму потом эти цифры используются под создание изображений таким образом мы можем видеть как думает человек этот процесс похож на то как работают некоторые искусственный интеллект они сжимают информацию о мире в компактный набор данных которые затем можно использовать для создания или предсказания чего-то нового это как бы если бы мозг создавал внутренний чертеж или карту того что он видит или о чем думает и использовал его для принятия решений не замечаете схожести с технологией ссоры но все это касается только видео а что если взять эту технологию и использовать ее в других задачах что если дать нейросети в волю благодаря такой технологии и научить ее управлять например игрой где нет никакого игрового движка где нет придуманных правил и так представь что у тебя есть видеоигра с машинками и ты хочешь научить компьютер играть в нее самостоятельно для этого компьютер смотрит на картинку из игры и преобразовывает ее в простой код из чисел эти числа помогают и понять что на картинке происходит потом и используют эти числа чтобы решить как лучше ввести машинку повернуть направо повернуть налево притормозить или нажать на газ чтобы все это заработало нужно три компонента первый компонент автокодировщик это как бы переводчик который переводит картинку игры в код чисел и обратно 2 модель предсказания которая предсказывает что будет на следующей картинке игры исходя из того что и и делает прямо сейчас 3 это сам и который и принимает все решения теперь и и учится водить машинку смотря на то как его действия влияют на игру это похоже на то как мы люди учимся на своих ошибках и успехах но тут вы наверное скажете ну научили мы и управлять машинкой в игре и что дальше как это применить в нашем реальном мире так вот стартап вейн применил этот же метод обучения что в игре на настоящем автомобиле они научили искусственный интеллект реально управлять машиной отвечая на изменения на дороге как в их эксперименте dreaming to drive in the rain в отличие от обычных автопилотов которые просто следуют жестко заданным правилам и от вейн анализирует ситуацию и сам принимает решение поворачивать ускоряться или тормозить основываясь на предсказаниях того что может произойти в следующий момент таким образом благодаря умение создавать симуляции и делать предсказания искусственный интеллект развивает навыки которые можно применять как в игровых условиях так и в реальном мире перенося опыт из виртуального пространства в реальную жизнь по такой же аналогии работает и чай gpt когда вы задаете какой-то вопрос он не знает на него ответ он берет ваш текст сжимает его в числовые значения токены и просчитывает вариации того как нужно на него ответить или вот картинка он понимает что изображено на картинке понимает физику и простраивает вариации будущих действий создает симуляции данной ситуации но gpt это текстовая модель поэтому она может вам ответить только текстом чего не скажешь про ссора ведь и можно обучить не только управлять машинкой но и роботом например у которого будет свой внутренний мир свои смыслы свои действия его достаточно просто обучить каким-то базовым делам а далее с помощью этой технологии он может сам понимать и прогнозировать что нужно делать а что нет по его мнению тестирование бизнес идей представим симуляцию где предприниматель может виртуально запустить свой стартап не тратя реальные ресурсы в этой симуляции учитываются различные факторы рыночный спрос конкуренция ценообразование маркетинговые стратегии и так далее пользователь может экспериментировать с разными подходами к управлению и маркетингу чтобы увидеть какие стратегии приведут к успеху а какие к провалу или например симуляция кардинальных жизненных решений это может быть симулятор где человек может изучить последствия больших жизненных изменений например переезда в другую страну смены карьеры или начало нового образа жизни это поможет оценивать риски потенциальные преимущества решений прежде чем делать их в реальной жизни исследование жизненных ситуаций а что если симуляция позволяющая людям проживать различные жизненные сценарии и видеть возможность исходя из их решений например что будет если я начну свой бизнес вместо того чтобы остаться на текущей работе или как изменится моя жизнь если я решусь на долгосрочное путешествие это поможет людям понять возможные последствия их выбора учитывая реальные аспекты их жизни и влияние решений на будущее моделирование глобальных конфликтов представим симуляцию где группа политических аналитиков дипломатов может создать виртуальную модель мировой политической ситуации они могут варьировать различные факторы такие как внешняя политика государства международные соглашения экономические отношения чтобы прогнозировать возможный сценарий конфликтов и разрабатывать стратегии предотвращения прогнозирование глобальных угроз в этой симуляции эксперты по безопасности могут анализировать различные виды угроз включая кибер-атаки биологические угрозы теоретические акты они могут изменять параметры такие как уровень защиты систем реакции правительства чтобы прогнозировать возможные сценарии и разрабатывать стратегии и реагировать на угрозы безопасности прогнозирование глобальных кризис в этой симуляции экономисты и социологи могут моделировать различные виды кризисов, такие как экономические кризисы, миграционные потоки, природные катастрофы. Они могут анализировать влияние различных факторов, такие как политическое решение и изменение климата на развитие кризисных ситуаций и разрабатывать стратегии преодолевания кризиса. Сбалансированное развитие и управление ресурсами. В этой симуляции экологи, экономисты могут анализировать во действия различных стратегий развития и управления ресурсами на глобальную безопасность. Они могут моделировать различные сценарии использования природных ресурсов, такие как энергия, вода, оценивать их влияние на мировую стабильность и безопасность. То есть, что я вообще хочу донести? Многие просто не задумываются о потенциальных возможностях технологий, о которых им говорят. Многие видят ссора как продвинутый инструмент для создания видео, но на самом деле это лишь вершина айсберга. То, что делает ссора и подобные ей технологии по-настоящему важными, это их способность переосмысливать наше понимание мира и расширять границы возможного. Кстати, недавно предоставленная модель V-JEPA от Мета, которая учится по видеороликам, тоже использует такую технологию предсказывания следующего действия в кадре. То есть, это не просто о создании более реалистичных видеоигр или улучшении качества видеоконтента, это о создании симуляций, которые могут предсказывать климатические изменения, разрабатывать новые лекарства, обучать более эффективным методам образования и даже помогать в освоении космоса. Но важно не просто восхищаться этими достижениями, но и осознавать ответственность, которая идет вместе с такой мощью. В конечном итоге будущее, к которому нас ведет такие технологии, как ссора, зависит от нас самих, от нашей способности задумываться о далеко идущих последствиях, от нашего стремления использовать их для создания более справедливого, безопасного и процветающего мира. Мы не просто пассивные наблюдатели на этом пути, мы его создатели. И каждое новое открытие, каждая новая возможность предоставляет нам шанс не только удивляться тому, что возможно, но и воплощать эти возможности в жизнь с учетом всех возможных последствий. А что если мы и есть виртуальная реальность?